Значит, я вот, посмотрите, всячески стараясь сделать это более легким и понятным, я вот выделил два сайта вот за весь прошедший материал, и таких сайтов будет совсем немножко. Ну, что такое, я все пытаюсь от окоши избавиться. Да, вот главный сайт один и такой вот такой специальный заголовочек, который говорит, что надо на него обратить внимание. Значит, надо этот сайт, кто хочет хоть сколько-нибудь разбираться, ну и для памяти, надо его распечатать, рассмотреть. Он рассказывает, что такое полимераза, рибосома, ДНК и для чего, значит, вот эти три вещи служат и как они между собой взаимодействуют. Это вот был первый главный сайт. Теперь побежали-побежали и придем к второму главному сайту. Вот он. Вот следующий главный слайд. Я сказал сайт, кажется. Надо говорить слайд. Следующий главный слайд. Но тут он не поместился на своем слайде. Вот он, главный слайд. Значит, вот надо его тоже, может быть, распечатать и на него смотреть. Ну, я сейчас повторю, что на него показано, вот на этой картинке. Ну, как бы пренебрегая деталями, которые были в прошлый раз, вот можно себе представлять даже не в связи с какой-то биологией, а просто вот такая сценка в театре. Значит, есть три действующих лица, три актера. Значит, есть вот такая машинка, вот которая либосома. Она особенно реагирует на некоторые кодоны, вот эти ТГГ, на которых она может задержаться, если не хватает того, что кодируется с помощью ТГГ, вот этой тройки букв триплекса. Ну, а что это такое, что кодируется с помощью ТГГ? Триптофан. Вот есть либосома. Такая просто машинка, которая едет по дороге. Дорога – это вот эта вот полужирная черта, горизонтальная, прямая. Вот эта машинка, либосома, она может ехать только от старта, ну, неважно, от этой точки вот, до вот этой точки, стоп. Дальше она ехать не может. Всё. Её дорога кончилась, она свалится с дороги, ну, в сторону отъедет. А перед ней едет ещё одна машинка, она может ехать по всей этой дороге, она там где-то там села, ну, слева, не нарисовано, где она села, поехала, ну, и где-то там у нас далеко направо свалится. Значит, вот эта машинка, она так вот похудше, по более плохой дороге едет. Но между ними, вот от позиции Х до позиции У, вот в этом отрезке, есть тоже третье действующее лицо. Это такое волнующееся море. Оно состоит вот из того, что мы в прошлый раз говорили шпильки. Шпильки – это как вот вода в море. То она сложится одной волной, то волна рассыпется, сложится другая волна. То та рассыпется, третья волна – это такая среда. Ну, в физике вообще очень часто изучают всякие среды, электромагнитные волны. Вот это такая вот сущность. Ну, в данном случае, это просто, значит, вот на участке от Х до У могут складываться те или иные шпильки. И некоторые шпильки, которые вот близко к полимеразе, но сзади нее. Это вот все это море находится сзади полимеразы, но впереди рибосомы. А вот шпильки, которые близко к полимеразе, но сзади от нее, естественно, они могут ее как бы как клеем подклеить и такой резинкой тянуть, тормозить и свалить. Ну, при этом еще вот эта же картинка нарисована вот здесь. Играет роль, что непосредственно вот за шпилькой, которая может сложиться, она буквой Т обозначена, а может и не сложиться. Как мы в прошлый раз говорили, это зависит от того, какие шпильки сложатся. Так вот, если Т сложится, то вот за ним идет там полимераза, и вот непосредственно полимераза движется по ухабистой дороге. Эта ухабистая дорога состоит в площадь ТТТ. Ну, ТТ – это то же самое, что У, как мы с вами говорили. Значит, это вот ухабистая дорога плохого качества, лежащие полицейские в большом числе, ну или ухабы, кому как проще представить себе. Вот эти ухабы, они трясут эту полимеразу. И поэтому не только шпилька 3-4 тянет полимеразу, шпилька 3-4, она же Т названа, не только она, если сложится, тянет полимеразу назад. Но еще и то, что полимераза на ухабистой дороге, ее трясет, тоже способствует, чтобы она свалилась. Вот так природа все это запасла, чтобы регулировать должное количество трептофана, чтобы его было в клетке не больше, чем надо, и не меньше, чем надо. Ну, я уже в прошлый раз говорил, что кто-то начинающий может сказать, ну, подумаешь, какой-то там трептофан – одна из тысячи важных молекул. Ну, да, но вот на каждое вещество, важное вещество, есть своя регуляция. Иногда устроенное похоже вот на эту регуляцию, на регуляцию трептофана, а иногда по-другому устроенное. Я в самом начале говорил, что есть много регуляторных сигналов. Вообще говоря, ну, как бы, может быть, даже каждый ген имеет свою регуляцию. Вот это вот ухабистое место, которое состоит сплошь из Т, ну и У, называется Поли-Т, Поли-У, это синонимы. Вот оно тут специально приготовлено. Итак, что же может произойти с этими актерами? Полимераза может сдвинуться вперед или стоять на месте. Ну, а стоять на месте, она постоит и соскочит. Рибосома может сдвинуться вперед или стоять на месте. И, наконец, вот это третий очень важный актер – это смена шпилек. Смена шпилек. Во вторичной структуре, вот в этом море, или, как его называют, более научно – окно XY между рибосомой и полимеразой. Так вот, смена набора шпилек, то есть одной вторичной структуры, на другой набор шпилек, на другую вторичную структуру. То есть смена состояния омега-штрих, состояния омега на омега-штрих, состояние вот этого моря. Ну, вот дальше это немножко более биологично повторяется. Значит, имеются разные данные. Прошу прощения, я сейчас одну секунду перерыв сделаю. Прошу прощения. 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 Да, простите, но имеется разное конкретное данное, ну, например, какая, с какой скоростью едет полимераза? Вот она в одну секунду проезжает 42,5 нуклеотида. Ну, нуклеотид – это буква, 42,5 буквы проезжает. Ну, почему с половиной? Потому что это среднее, когда происходит усреднение, то возникают уже какие-то дроби. А рибосома, которая сзади едет, она, как мне может показаться удивительно, она едет быстрее, ну, ненамного быстрее. 45 нуклеотидов, 45 букв в секунду проезжает. Ну, так что, как бы она догоняет полимеразу. Ну, есть же еще на вот этих трептофановых кордонах, где она, вообще говоря, должна получить трептофан из цитоплазмы, из клетки. А его может не хватать. Так что, там и приходится поджидать. Есть некоторые другие параметры, которые здесь описаны, ну, и есть разные детали, ну, которые я пока пропущу. Так вот, что же мы хотим определить в этой модели? Ну, наверное, уже догадались, что мы хотим при данной концентрации трептофана, ну, слово концентрация, ну, имеет свой смысл. Ну, можно попросту понимать его, как количество трептофана. Поскольку у нас есть трептофана в клетке С. Значит, трептофана, если не хватает, то С маленькая. Если, ну, что еще хватает, не хватает. Если трептофана меньше нормы, так лучше выразиться, то С маленькая. Если трептофана больше нормы, ну, С сильно большое, ну, для клетки хорошо, чтобы С было около нормы. Значит, С – это просто количество трептофана в клетке. Так вот, мы хотим вот в этой ситуации, которую я описал, определить число прочтений гена ТРПЕ. Почему? Потому что каждое прочтение ТРПЕ – это, значит, появление кодируемого с помощью ТРПЕ белка, фермента, с помощью которого производится трептофан. Таким образом, вот, прочтение ТРПЕ – это есть увеличение С – количество трептофана. Ну, а непрочтение – это, значит, уменьшение, вообще говоря, количества трептофана. Ну, можно сказать, от чего оно уменьшается. Потому что трептофан расходуется. Во-первых, он включается в разные процессы в клетке, ну, и потом попросту распадается. Все молекулы распадаются с некоторым темпом. Даже если они не используются, а просто лежат. Итак, мы обозначим число прочтений. Единица минус ПАЦ. Значит, ну, вот так немножко странно мы обозначили единицы минус ПАЦ. Потому что мы хотим на самом деле использовать ПАЦ. Это что такое ПАЦ? Это число непрочтений. А когда происходит непрочтение, то, значит, оно происходит тогда, когда полимераза, ну, не прочла. Это масло масляное. То есть, что значит, она не прочла? Она же едет по ДНК. Значит, не прочла, значит, она соскочила. Значит, ПАЦ – это число срывов, соскакиваний. Ну, или более учено – диссоциаций. Ну, дело не в ученом слове. Важно вот этот смысл уловить. Ну, кто знает соответствующие, там, термины, более правильные, чем бытовой язык. Ну, может, можете их подставлять мысленно. Так вот, ПАЦ – это число соскакиваний полимеразы. Значит, мы хотим найти ПАЦ. Ну, конечно, найти ПАЦ, но что найти единицы минус ПАЦ. Как же нам решить? Мы описываем вот действия, поведение этих трех действующих лиц некоторой сложной динамической системой. Конечно, было бы очень хорошо исследовать эту динамическую систему чисто математически. Ну, вот студенты же сдают, узнают, знаешь, там, точки бифуркации, там, фазовые портреты. Здесь есть разная большая наука о поведении такой сложной динамической системы во времени. Ну, и то, что мы рассматриваем, оно происходит во времени, процессы во времени с полимеразой, с рибосомой, со сменой вторичных структур. Ну, это такая сложная динамическая система, что вот мы ее не смогли так исследовать математически. Может быть, найдутся такие энтузиасты. Это была бы замечательная чисто математическая работа, но вот с прямым биологическим смыслом. Мы ее решали задачей нахождения ПАЦ путем моделирования этой динамической системы. Ну, как же мы моделировали? Мы просто в компьютере разыгрывали такую игру. Вот на дорожке появляется полимераза и босома. Дорожка – это вот последовательность букв, нуклеотидов, то есть участок ДНК. Появляются две машинки – полимераза впереди, рибосома за ней. И вот они начинают двигаться. Двигаться по некоторым законам. Конечно, эти законы надо определить. Они определены, я их дальше назову. Ну, эти законы необходимы и для математического исследования, и для моделирования. Компьютер, конечно, сам по себе не знает, по какому закону действуют эти три актера. Актера иногда любят говорить, ну, вместо старого слова – актер. Три действующих лица. Ну и вот если мы будем знать судьбу для большого-большого количества пар полимераза или босома, то мы просто вот счетчиком в компьютере сосчитаем, сколько же полимераз не соскочило, ну и, соответственно, сколько соскочило. Совершенно неважно, поставить счетчик на число ПЦ или единицы минус ПЦ. Теперь я перехожу к описанию самих этих законов, по которым они двигаются. Итак, есть три случайных процесса. Кто-то у нас там как раз сдавал их. Значит, процесс идет один с полимеразой. Вот она либо сдвинется вперед, либо свалится. С рибосомой она либо сдвинется вперед, либо свалится. И с вторичной структурой, ну, она на какую-то из потенциально возможных структур заменится. Вот есть три таких процесса, связанных с тремя актерами. Так вот, для каждого из этих процессов вероятность ненаступления события за время Т определяется вот по такой формуле. Экспонента с некоторым коэффициентом, ну, от времени. Ну, естественно, это убывающая функция. Чем больше времени, тем меньше вероятность ненаступления. Ну, все-таки, там, миллион лет ждать, то уж совсем не наступит ничего. Как-то было бы странно. Значит, соответственно, есть вероятность наступления события. Ну, это ясно, что это дополнение к этому. Экспонент. То есть единица минус экспонента. Ну, где если вероятность наступления события для одного процесса, это надо подставить коэффициент КАИ. А если вероятность ненаступления события от какого-нибудь из трех процессов, то нужно подставить сумму этих коэффициентов. Ну, вот эти элементарные правила оперирования с вероятностями. Ну, вот я уж их все-таки не буду здесь рассказывать. Их там, вот в курсе, ну, просто теории вероятности изучают. Ну, там, громко сказано, случайных процессов. В общем, это надо как-то специально подумать. Ну, можно спросить меня. Итак, мы разыгрываем вот это распределение. И у нас выпадает какое-то Т. Значит, Т, ну, вот это же есть вероятность выпадения разных значений Т. И вот мы разыграли вот это вот распределение, ну, или плотность вероятности. Выпало некоторое значение Т. Это значит, что за время Т не наступали никакие события, но в момент Т наступило какое-то событие. А событие в чем может состоять? У нас три возможные события. Полимераза сдвинулась, рибосома сдвинулась или вторичная структура сменилась. Итак, разыграв, мы узнаем, что до момента Т никаких событий не происходило. Вот с ними, с этими актерами. В момент Т с кем-то произошло событие, а с кем именно узнать? Ну, для этого нужно просто разыграть вот такое распределение. Вот эти коэффициенты поделить на их сумму, сумму коэффициентов. Ну, и это будет вероятность того, какое событие наступит. А если всего три события, первое, второе и третье. Ну, вот одно из них. Значит, ну, вот какое выпадет, вот, значит, либо то и наступило. Ну, повторяю так, который раз. Значит, первое событие, если выпало, значит, полимераза сдвинулась. А рибосома и омега, какие были, так и остались. Если второе событие, то рибосома сдвинулась. Полимераза на месте, омега такой же. Если третье выпало, омега сменилась, полимераза и рибосома на месте. Теперь осталось нам только вот эти вот сами коэффициенты. Которые там в экспоненте фигурировали. Ну, и без которых, конечно, ничего нельзя было разыгрывать. Они параметры, важные очень параметры в показателе. Они называются константа скорости. Значит, есть три константы скорости, связанные с тремя актерами. Полимеразой, рибосомой, вторичной структурой. Ну, я не буду в общем виде рассказывать, что такое константы скорости. Но вот, грубо говоря, для полимеразы, ну, давайте-то, как написано в таком порядке, для рибосомы, К1. Это просто скорость, с которой она движется. Если никто ее, если она ничего не ждет. Вот если все нормативно, она вот 45 в секунду движется, и вот такой коэффициент, такая константа скорости у нее и есть. Полимераза, если ее никто не тянет назад, никто ее не мешает, ситуация нормативная совершенно, то у нее скорость, вот как я и говорил, 42,5. Ну, или К1, это некая скорость смены вторичной структуры в окне. Это я. Но более точно, ну, я по-осомовски процесс пропущу, кто понимает, тот понимает. Но более точно, наша идея в том, что рибосома и полимераза, они, вообще говоря, не всегда нормативно двигаются. Ну, как это сказать, ни одна дорога для машины не бывает идеальной. А бывает степень плохости дороги. Ну, бывает маленькая степень плохости, то есть высокого качества дорога. Ну, бывает высокая степень плохости, сельская дорога. Так что, на самом деле, мы считаем, что срыв полимеразы происходит от чего? От того, что некоторая сила тянет ее назад. Вот в прошлый раз я говорил, такая резинка к ней приклеивается со стороны шпильки, которая образовалась, если она образовалась, сзади от полимеразы, да плюс еще полимераза на вот этот вот уран. Уран – это близкое сочетание, говорящие вот это вот «у» участок, «у» богатый участок, несколько «у» подряд. Вот эта сила ее тянет. И когда она ее тянет, она убавляет скорость ее движения. Ну, так, наивно говоря, довольно естественно. Естественно. То есть у нее скорость уже становится не вот 42,5, а поменьше. В таком же духе для рибосомы. Ну и вот, наконец, мы математически говорим, как сказать. Вот «Ки» – это «К1». Это у полимеразы. Ну, может, я нумерацию этих кашек спутал, но не важно в каком порядке их нумеровать. Вот константа, которая у полимеразы, константа скорости, нормативная скорость минус вот величина силы, которая ее тянет назад. А сила от чего зависит? От вторичной структуры, от шпилек. Которые сзади образовались. Полимеразы – это вот, так сказать, константа скорости для сдвига полимеразы вперед. Сам же срыв полимеразы происходит только на убогатом участке вот с такой константой скорости. Ну, а силу эту вот мы определили некоторые хитрые формулы с параметрами, ну, зависящими тут от… Тут перечислено, от чего зависят эти параметры. Ну, а рибосомы сдвиг имеет вот такую константу скорости, где С – это концентрация трептофана в клетке. Ну, вот это такой довольно знаменитый закон, ну, это просто кривая, которую полезно нарисовать, она очень простая, тем не менее, называется закон Микаэля Сминтена. Значит, вот видно, если концентрация там большая, то и К3 большая. Если концентрация маленькая, то она то и К3 маленькая. Ну, не совсем так, впрямую, это все-таки не буквально прямая, такая вот штучка, такая вот зависимость. Ну, вот здесь говорится, как эта сила определяется математически. Ну, а теперь есть еще, я все-таки немножко вас сбил, тут все-таки у нас получается четыре действующих лица, ну, виноват. Значит, ну, четыре процесса, ну, действующих лица, хорошо, действующих лица три, а процесса не три, а четыре. Значит, это сдвиг полимеразы, стриф-полимеразы, значит, сдвиг рибосомы и смена и перестройка вторичной структуры. Так вот, константа скорости для перестройки вторичной структуры вот такая. Вот в квадратных скобках написано энергия текущего текущего, текущей вторичной структуры. А вот здесь написано во вторых квадратных скобках энергия той вторичной структуры, куда предполагается переход. так вот, естественно, довольно, что переход куда происходит в ту структуру, у которой энергии меньше. ну вот здесь более подробно написано, как вычисляется эта энергия. Ну, вот математически на чем основана наша модель. и вот у меня два предложения. Ну, во-первых, может быть, какие-то есть вопросы, и мы тогда подробнее поговорим. Отвечая на вопрос, я что-то повторю. А еще одно предложение стоит в том, что вот в этой статье подробно описана эта модель. Подробно выведены вот эти зависимости. Ну, и вообще там описана связь с биологией, связь с математикой и все такое. И вот так же, как у нас было на предыдущей лекции, что вот Татьяна, ну, буквально там 15-20 минут, ну, там 30, где-то вот рассказала немножко, то и здесь я бы хотел, чтобы кто-то, может быть, и слушатели посмотрел эту статью, ее легко скачать, бесплатно, конечно, вот с этого сайта, сайта нашей лаборатории, там вообще все наши статьи выложены, все можно скачать бесплатно. Вот, ну, найти ее там легко просто поиском. и в следующий раз немножко бы нам рассказал, ну, в случае, если пересказал несколько мест из этой статьи или показал несколько картинок из этой статьи, там много картинок таких забавных, тут ничего от себя придумывать не нужно, но это будет означать что-нибудь такое максимально хорошее с моей стороны в смысле всяких там оценок и, ну, не знаю, курсовой и так далее. Но есть у нас кто-нибудь, давайте вот прервемся сейчас, значит, вопрос, во-первых, вопросы, во-вторых, не согласен ли кто-нибудь рассказать вот эту модель, которую, естественно, сейчас я лишь в самых общих чертах наметил, пропуская все детали. Ну, детали трудно на слух разобрать, не так сказать, для этого надо обдумывать. Ну, вот кто-нибудь расскажет нам? Ну, кто-нибудь отзовите уж. Ну, что, никто? Кто-нибудь совершенно никто не хочет, да? Ну, неужели это совсем никому не интересно? Интересно, но просто у всех очень много других, Ну, понимаю, понимаю. Ну, понятно. Ну, что же, конечно, я не настаиваю, да, я понимаю ваши мотивы, и спасибо, что вы меня утешаете. Вот, правильно. Вот, ну, хорошо. Может быть, есть какие-то вопросы или замечания? Вот вы, собственно, первый пример, что такое математическая биология? Вот есть, давайте посмотрим, если нет вопросов, если есть, пожалуйста, говорите. Если нет вопросов, я повторю. Значит, вот что такое модель математической биологии? Значит, есть некоторое заведомо реальное явление живой природе в клетке, в данном случае регуляция количества трептофана, концентрации трептофана в клетке. Эта регуляция называется аттенюаторной, как я в прошлый раз говорил. И вот как она устроена, вот качественно, мы с вами разобрали. Это что такое? Это биологический феномен. Но, конечно, биологи не описывают его никакой моделью и вообще не описывают его ни в каких точных терминах. То, как я вот так в точных терминах его описал, это уже работа биоинформатика. и затем вот мы в точных терминах описали это явление, собрали из эксперимента известные какие-то параметры для нашей модели, установили все законы, математические законы в нашей модели, а затем мы можем либо исследовать получающуюся математическую задачу чисто математически, это иногда возможно, возможно, и получается хорошая математическая работа, которая публикуется в чисто математических журналах, ну вот у нас есть такие, ну а когда не удается решить математические, это тоже вполне понятная ситуация, то возникает ситуация, когда нужно моделировать, моделировать вот описанную математику или математическое описание на компьютере, это тоже такая нетривиальная наука, как это делать, ну или скорее искусство, умение, вот, и математическая модель дает нечто, что можно сравнить с экспериментом, уже опять вернуться в биологию и сравнить с данными эксперимента чисто биологического, и вот сейчас мы это сравнение с вами посмотрим, ну, значит, нет вопросов, ну, вот, если взять совсем грубо все параметры, но для реального участка из такой, это вибриохолера, такая ужасная бактерия, у нее есть вот этот ген ТРПЕ, и посмотрите эту вот аттенюаторную регуляцию перед этим геном ТРПЕ, то получится такая закономерность, вот здесь по оси иксов отложена концентрация, по-простому, количество трептофанов в клетке, по оси иксов вероятность срыва, ну, вот, что мы видим, что если концентрация, если трептофана мало, вот это С, по оси иксов смотрим, мало, то вероятность срыва, она все-таки все-таки что делает? Растет растет. Знаете, кажется, у меня тут нехорошо вышло. Похоже, это вероятность не срыва. Вот я без конца вот эти две величины, меня немножко путается, но виноват. Значит, вот если трептофана совсем мало, то проходит много полимераз, то есть считываний много, чтобы восполнить нехватку трептофана. Потом трептофана становится более-менее прилично и и уже прочтений нужно, не нужно много, но какое-то количество прочтений все-таки еще все равно по-прежнему нужно, чтобы восполнить, чтобы восполнить расход трептофана. Но тем не менее вот скорость возрастания этой кривой сильно замедляется, она как бы выходит на асимптоту. И, значит, прочтение становится, ну, уже, так сказать, не растет количество прочтений, а некоторое, так сказать, стационарное количество прочтений. Так что здесь у нас вероятность единицы минус P от C. Ну, а вот точный счет на этой модели, которая согласуется с известными данными. трептофана мало, давайте посмотрим сначала вот эту часть, если трептофана, вот количество трептофана растет, если мы двигаемся по оси X, по оси C, количество трептофана растет. ну, пока еще вот оно растет, но еще довольно мало его трептофана. Вот количество прочтений увеличивается, а потом выходит на уже, уже не надо его много чтать. Значит, производная маленькая, на оси кто-то выходит. Но в начале есть забавная закорючка. Вот такая закорючка. Ну, вот как бы она и в природе наблюдается. А вот разные кривые соответствуют разным, разным, ну, одному и тому же гену ТРПЕ в разных бактериях. Ну, все они гамма-протобактерии. Вот, их много, этих разных бактерий. У них, ну, у каждого свой ТРПЕ. Он немножко отличается, этот ТРПЕ, у разных бактерий. Но все-таки это именно ТРПЕ-ген. И перед ним вот такая регуляция. И эта регуляция вот, и эта регуляция именно аттенуаторная. Вот наша модель предсказывает такую кривую, но экспериментальные значения тоже такие же. Теперь мы провели даже такой эксперимент. вот здесь для двух бактерий смотрим ген ТРПЕ. Ну, давайте посмотрим на первую, на первую, ну, или на вторую, это не важно, ну, пусть будет на первую бактерию. Ишевихи Аколи, это вот так это у нас в желудке процветает. А это вот очень вредная холера. Ну, хорошо, на Аколи посмотрим. Вот, вот у нее есть ген ТРПЕ. И что мы видим? Что когда у нас концентрация С увеличивается, а вот тут ПАЦ правильно сказано, вот у нас здесь в этой строке концентрация трептофана. Вот она все больше и больше. А вот это здесь вероятность срыва. И вероятность срыва по мере того, как трептофан, недостаток трептофана восполняется, то вероятность срыва, вот тут правильно ПАЦ, а перед этим надо было единица минус ПАЦ написать, я исправлю. Вероятность срыва возрастает. Вот действительно оно все больше и больше становится. Но потом мы сделали такой специальный опыт. Вот этот ген был испорчен. Это называется мутант, мутантный ген. Специально в нем некоторые буквы заменили. И был эксперимент, но не нами поставлен, в котором смотрели, что же случится с этой регуляцией. И вот случится, естественно, что если ТРПЕ, если область перед геном ТРПЕ испортить, вот в этом состоит его мутантность, то тогда уже аттенуаторная регуляция не должна работать. То есть мы сломали тот механизм, который высшая сила заложила, чтобы регулировать ТРПЕ. И вот если мы его сломали, тогда получается, что у нас вероятность срыва вообще не реагирует практически на концентрацию трептофана. Она примерно скачет так около какой-то своей одной величины. Вот и все. Ну так чуть-чуть подергивается. Это же модель. Модель она как живая вещь. Она что-то там считает. От нас не зависит, что выдаст. Ну как-то там она малечко подергивается, но никакой такой зависимости, чтобы концентрация увеличилась и вероятность срыва увеличилась нету. Примерно как было в районе 7-8 так и остается. Ну и вот аналогично для другого ТРПЕ. Ну имя это тот же самый ТРПЕ, но в другой бактерии. В этом смысле он все-таки немножко другой. И его мутанта. Вот если у холеры взять настоящий ген, то мы очень четко видим, что концентрация трептофана увеличивается и он уже становится ненужным постепенно. не нужно постепенно становится увеличивать дальше его количество и вероятность срыва возрастает. А если испортить вот эту область, регуляторную область перед геном, то вероятность срыва так вот и прыгает себе. Она вообще даже в конце больше, чем в начале. Ну что ж, значит, эта модель работает. здесь вот показано, как именно был испорчен в районе антитерминатора, то есть пильки 2-3, как именно был испорчен вот этот вот участок, участок, регуляторный участок перед ТРПЕ. Ну вот здесь такой стиль записи буквы, которые входят вот в эту регуляторную область у ТРПЕ написано в несколько строк. Вот эта последовательность продолжается вот здесь вот, продолжается вот здесь вот, продолжается вот здесь вот, А снизу под ней подписан мутант. Вот он тоже продолжается в четыре строки. А вот такой способ записывания букв ДУК под другами показывает, ну вот что какая буква какой соответствует. И вот видно, что в чем состоит мутирование, то есть что попортили. Вот тут было Г, а теперь тут оно пропало. Звездочка означает, что ничего нету. То есть на самом деле Г, А, Т идут подряд. То есть нет буквы звездочка. Она просто означает пустое место. Так что в природе, в опыте, в природе здесь просто Г, А, Т. Здесь вот просто Г, А, Т. А здесь вот Г, А, Т. Г, А, Т. Ну вот было С, а стало пусто, ничего нету. Было Г, стало пусто. Здесь вот ничего не было, вставилось С. Здесь было Т, стерли, в этом состоит мутирование. как мы портили эту регуляторную область. Было Т, а стало ничего. Ничего не было, вставили Г. Значит, мы видим, что мутирование состоит либо во вставке букв, либо в стирании бывшей буквы, либо в стирании буквы С, вот изменение последовательности состоит, либо во вставке буквы С, где ее не было, либо еще бывает и замена буквы одна на другую. Ну, вот тут кажется, я так сразу не увижу, а вот, 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 например, С на Г. Было С, а сделали Г. Ну, вот, кажется, голубым отмечены все места, в которых сделали мутацию. вот таким образом полученная модель была сравнена с реальными данными, ну, и сошлось удовлетворительно. Вот это то же самое для вибриохолеры, ген ТРПЕ, как он есть, он немножко другой у вибриохолеры, и как испортили вот эту область, я немножко оговариваюсь, показываем мы все-таки не сам ген, это просто подпись ТРПЕ, а мы показываем то, что находится перед геном ТРПЕ, то есть, вот эту лидерную область, регуляторную область, и вот как мы тут портали, испортили регуляторную область, ну и тоже для значит для непорченной регуляторной области эта аттенюаторная регуляция работает, и наша модель работает, а для испорченной ну и в природе не работает, но и главное, что и модель наша не дает того, что мы бы ожидали, ну что и хорошо, ну может быть есть какие-то вопросы вот по этой первой модели или высказывания любые, ну вот к этому, да, можно вот слайд с графиками вернуться, к какому вернуться, к этому, к этому, нет, там есть слайд, где графики, вот это, вот еще до этого, еще до этого, да, тут же тут же ПС все-таки правильно, да, изображен, то есть он с ростом концентрации увеличивается вероятность срыва, да, да, правильно, да, да, совершенно верно, спасибо, я немножко сбился здесь, что, конечно, хорошего мало, действительно, с ростом концентрации вероятность срыва, да, значит, здесь ПС, это у нас и обозначена вероятность срыва, действительно увеличивается, Да, да, правильно. Чего-то я так это вдруг стушевался. Вот так и студент бывает на экзамене. А здесь что? Здесь вот вероятность С, вероятность срыва увеличивается. Ну правильно, здесь П, С, это как, что здесь нет, нет тут ошибки. Есть только моя спутанность. Почти как в квантовом компьютере. Ну хорошо, это шутка. Да, спасибо. Нет ли еще какого-то высказывания или измечания? Ну хорошо, тогда, значит, вот здесь имеется литература. Конечно, она далеко выходит за то, что нужно для сдачи этого курса. Я уже говорил, что нужно для сдачи. Посещение. Вот я, кстати, отмечаю всех присутствующих. То есть все это у меня делается автоматически в компьютере. Но тем не менее я привожу, кстати, наши публикации на эту тему. Вот их довольно много. Вот, кстати, эту модель можно описывать как систему переписывания термов. Как терм-рерайтинг-систем. Это такая популярная в логике деятельность переписывания термов. Так что тут вполне математика работает. Ну я даже и говорю, что, собственно, математически нам не удалось исследовать эту систему. Это еще наша публикация на эту тему. Ну и выполнительное сведение о вторичных структурах и какие бывают регуляции. Более сложные, чем аттенюаторные. Ну вот здесь вот как биологи, там, образно говоря, в микроскоп, не будем уточнять, как это получается, там, отдельной песни, рисуют наших действующих лиц. Вот есть вот эта вот зеленая штука. Это RNA-полимераза. Вот эта вот голубая штука – это ДНК, то, что я жирной чертой рисовал. Я говорил в какой-то момент, что ДНК состоит из двух одинаковых цепочек. Ну, из двух одинаковых последовательств. И эти две одинаковые последствия, я даже и рисовал, вот, похоже, схватываются вот друг с другом по правилу АТГЦ. Вот. И вот тут RNA-полимераза едет. Как-то я даже… Вот она где-то здесь нарисована, RNA-полимераза. Так. А, нет, 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 все. Значит, есть вот RNA-полимераза, вот она, то, что я рисовал, носом упирается в ДНК, а из нее выходит RNA-к красная. Вот она, RNA-к. И вот она побуквенно копирует ДНК в RNA-к, и двухцепочечная превращается в одноцепочечную. А то, что одноцепочечная и короткая, вот такая последовательность позволяет образовываться спиралям, шпилькам, и в таичным структурам, то есть наборам шпилек. Да, да, да. Рибосомы тут нету. Ну, а вот и рибосома нарисована. Ну, рибосома – ужасно сложная штуковина, такая вот более-менее реально нарисованная. Как рибосома ползет уже по РНК, а из нее выходит белок. Рибосома. Вот это голубое и зеленое – это две части от рибосомы. Ну, вот белок – это вот кусочки, вот эти вот. Ну, а, видимо, красная – это РНК. Ну, разбора этой картинки уж мы не будем касаться. А вот это тоже такая картинка про то, как молекулы взаимодействуют в клетке. Такие вот сложные штуковины, которые друг к другу подклеиваются, отклеиваются, имеют сложную конфигурацию. Позвоните, Леонид, позже. Там ничего не случилось? Через час. Молодец. Все, пока. Я занято. Ну, все, коллеги. Значит, на этом мы закончили эту лекцию. Ну, граница одной лекции, начало следующей довольно условно. И я перейду к следующей. Вот только я надеюсь, что я сумею это сделать. Как же это мне нужно сделать? Остановить демонстрацию, да, наверное, так. И вот я снова включу. Включить демонстрацию. Ну, я боюсь. Что же мне? Куда же мне нажать-то? А вот она. Так, демонстрацию. Демонстрацию. Вай-вай. Во. Во. И мы, кажется, попали прямо куда нужно. Видно, коллеги? Да, видно. Да, видно. Ну, вот мы закончили такой большой пласт. Ну, сколько у нас лекций-то было? Я уже запутался. Три, кажется, да? Значит, разобрали что-то из области молекулярной биологии и модели какого-то явления, биологического явления в молекулярной биологии. А именно мы разобрали аттенюаторную регуляцию. Теперь мы посмотрим самое начало другой огромной биологической теории – это эволюция. Ну, вот все на свете эволюционирует. Эволюционирует. Ну, и неживая природа эволюционирует. Ну, реки меняют русло. Вот они, значит, эволюционируют. Поверхность земного шара эволюционирует. Ну, и космос эволюционирует. И даже общество эволюционирует. Ну, и жизнь эволюционирует. Мы об эволюции жизни поговорим. Хотя, в принципе, все эволюции в каком-то смысле похоже описываются. Вместо эволюции эту область еще называют более профессионально филогенетика. Это не совсем то же самое, что теория эволюции. Ну, так сказать, близкие вещи. Здесь первый такой важный шаг состоит в том, чтобы как мы будем описывать время? Ведь эволюция чего бы то ни было происходит в чем? Ну, наверное, наивный ответ состоит во времени. Ну, в биологии все-таки время описываются не вещественными числами, не прямой, а описывается деревом. Это значит, вот дерево нарисовано здесь. Это значит, что вот жил какой-то предок вот в вершине, в корне. Это корень дерева. Там жил какой-то предок. Он нам неизвестен. Ну, для нас каждый организм, это или вид, иногда говорят, будем, неважно, организм можно сказать. Каждый организм мы описываем как геном, то есть как некоторый ДНК. Ну, одно или ДНК, или несколько ДНК. Ну, конечно, несколько ДНК можно соединить, как говорят в логике, конкатенировать. Ну, есть приписать друг к другу. И будет одна очень и очень длинная последовательность там в четырехбуховном алфавите. Так что это неважно, одна ДНК или несколько ДНК. Так вот, можно сказать, что здесь вот в корне жила некоторая ДНК. Вот. Ну, я тут совершенно условно написал, что это этот предок, так сказать, праотец. Праотец того, что живет сейчас. Имела какие-то буквы А, Ц, Т, Г, ну, и прочие-прочие буквы. Мы не знаем, какие. Затем от этого отца родились. Вот это вот время рождения от этого праотца, вот потомка. И он тоже был какая-то там последовательность. Там Г, Ц, Г, Ц, 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 Т, Т, Г, Г, А, А и так далее. Там миллиард букв. Но одновременно от него же родилось и другой потомок. Это вот он. Вот это вот. Тут тоже какая-то своя последовательность букв. Конечно, потомок не обязательно два. Их может быть там сотни, тысячи. Ну, просто мы здесь нарисовали, не нарисовали, очень много ребер. Значит, от праотца, от корня, вот от этой последовательности, которая у праотца, выходит... Не могу говорить. Пожалуйста, через два часа. Значит, ну, а от этого, от этих потомков отходят свои потомки. Ну, и вообще вот этих ярусов или уровней в дереве может быть много-много-много. Ну, и, наконец, от каких-то предков родились уже непосредственно современные организмы. Вот один, два, три, четыре. Но их, может быть, конечно, не четыре организма, а там, не знаю, сотни тысяч. Но здесь нарисовано для краткости четыре. Вообще говоря, их М. Современные последовательности. Вот эти современные последовательности мы знаем. Мы знаем, сколько мы... Мы живем вот в этом срезе времени, вот на этом уровне времени, на нижнем уровне времени. Вот эти вот вершины у дерева называются листья. Значит, у дерева есть корень, откуда все пошло. Есть листья, куда все пришло. Каждое ребро, вот оно, ребро, считается направленным от корня к листьям. Ну, стрелка не стоит, но она подразумевается. Значит, конечно, те последовательности, которые в листьях, это ДНК современных животных, современных организмов. Ну, не обязательно животных. Растений, бактерий и так далее. Архей, ну, мало ли кого, водорослей. Мы их знаем, вот физически их там, посмотрим их ДНК. Образно говоря, в микроскоп. И вот что же нам известно здесь? Нам известны только данные в листьях, как говорят вычислители. То есть известно лишь ДНК, вот эти нуклеотидные последовательности, ну, или аминокислотные последовательности в алфавите четырехбуквенном или двадцатибуквенном у современных видов, то есть в листьях. А что нам неизвестно? Нам неизвестны все последовательности в предковых вершинах, то есть все последовательности, которые были вот выше. И неизвестно, какая была последовательность ДНК у праотца. Но более того, нам вообще говоря неизвестно и само дерево. То есть ведь топология вот этого дерева может быть не обязательно такой. Вот это называется равномерное дерево. Вот налево-направо, налево-направо, налево-направо. Но может быть и другая топология. И какая задача в математической, по крайней мере, теории революции по последовательностям, то есть по геномам, которые заданы в современных организмах, то есть в листьях, найти дерево и найти их предков, то есть геномы их предков, то есть последовательности у их предков, то есть приписать внутренним вершинам, внутренние вершины – это все, кто не листья, внутренние вершины и корни также, корень тоже внутренняя вершина, приписать свои последовательности. Ну, как сказать, предполагается приписать те последовательности, которые были вот у этих предков. Вот это как бы основная, исходная постановка задачи в теории эволюции. Есть ли какие-то вопросы, может быть, здесь высказывания? Ну, деревья, вообще говоря, могут быть весьма разные. Вот, например, вот эти два дерева вовсе не уравновешенные. Вы видите, здесь вот налево. Ну, в общем, видно, что эти два дерева устроены между собой не одинаково, вот в этом месте, в месте ДЕ, а здесь ДЕФ. Но, кроме того, они устроены не похоже, как на предыдущем слайде. Есть еще такая проблема, что если там вот такой граф, то не так легко определить, где у него корень, то есть где у него начало движения. Как выставить корень вот в этих неукорененных деревьях? Вот, если корень уже выставлен, то такое дерево называется укорененным. А если корень не выставлен, то вот это тоже деревья, два дерева. Но корень не выставлен. Ну, вот есть такая задача, как выставить корень в неукорененном дереве. Что такое дерево в смысле такого математического формального определения? Ну, я уж не буду. Думаю, что здесь большинство смехмата, они уже знают, что такое граф. Ну, а граф – это связанный от… Что такое дерево? Что такое граф, знают? А что такое дерево? Ну, тоже, наверное, знают. Ну, на всякий случай, вот написано, что дерево – это связанный ациклический граф. А укорененное дерево – это дерево, в котором поставлен корень. Ну, есть формальное определение корня, формальное определение листья, листьев. Вот на картинках, я надеюсь, это было понятно. Итак, теория эволюции или филогенетика – это вопрос, как во времени, вот в этом дискретном времени. Ну, дерево, оно все-таки дискретное, оно не похоже на вещественную прямую, на обычное такое время физики. Так вот, задача теории эволюции – так, что бы то ни было живое, в этом дискретном времени из каких-то предковых последовательностей пришло к современным последовательностям. Ну, а современные последовательности, те, которые заданы в листьях, мы, конечно, знаем. Ну, что же может изучаться? Это может изучаться, как эволюционировали виды или какие-то части видов. Вот такие важные части видов называются органеллы. Или даже как эволюционировал отдельный белок. Вот современное состояние белка ТРПЕ, вообще говоря, отличается, ну, не ТРПЕ, а ТРПЕ-ген. Современное состояние отронелатсинтазы отличается от той отронелатсинтазы, которая была у белка. У них была немножко другая отронелатсинтаза, то есть другая последовательность в аминокислотном алфавите. Ну, или как эволюционируют ген, например, отронелатсинтаза – это белок С, читанный с гена ТРПЕ. Но современный ген ТРПЕ, он, во-первых, разный все-таки у разных современных видов организмов, но он, вообще говоря, отличается от того ТРПЕ, который был у предков. Ну, и уж тем более от того ТРПЕ, который был там у праотца. Ну, вот тут, конечно, много вопросов, которые, ну, очень, да, очень так, широко изучаются в науке. Какова была первая ДНК, ДНК праотца? Какова была ДНК у первой клетки, у первого многоклеточного организма, у первого организма, который выполз на сушу? Считается, что первый организм из воды вышел на сушу. Эти все вопросы могут изучаться и изучаются в теории эволюции. Ну, вот такой некоторый научный результат показан. Вот здесь перечислены некоторые организмы, ну, биологи говорят виды. Будем считать, что это, как бы, одно и то же. Вот Homo sapiens – это человек, ну, и другие. Они приписаны листьям. И мы хотим построить дерево. Ну, дерево, кроме того, что оно дает развитие из какого-то предкового вида, в современных видах, оно еще дает, какие современные виды близки друг к другу. Ну, естественно, считать, что виды, которые расположены в соседних листьях правильного дерева, если оно правильно построено, виды, которые находятся в соседних листьях, вот что? Они близки друг к другу, но виды, которые находятся в предельно далеких листьях, вот ясно, что вот этот лист, где Homo sapiens, и вот этот лист, где вот приписан вот этот организм. Ну, я не читаю названия, ничего не говорили. Конечно, они предельно далеки по этому дереву. Ну, значит, так сказать, если это дерево правильное, то и сами эти виды далеки, то есть их ДНК далеки, то есть их последовательности, нуклеотидные, аминокислотные, далеки друг от друга. Ребрам также принято приписывать числа, которые говорят о достоверности ребра. Таким образом, фактически речь идет, ну, в некотором смысле, такой нечеткой или вероятностной логике. Ну, все это такие слова, которые реально-то не очень существенны, но действительно имеются разные методы определить достоверность в построенном филогенетическом дереве, в дереве эволюции, каждого ребра. Ну, вот данные не позволяют точно определить, правильно ли вот это ребро. А вот про это вот стопроцентная достоверность. Ну, это соответствует некоторым методам. Следующая задача состоит в том, что ведь эволюция происходит посредством некоторых эволюционных событий. То есть в теории эволюции разработала концепцию о том, что может происходить с нуклеотидной последовательностью. Ну, вот я на самом деле сегодня говорил пример. Может, одна буква замениться на другую букву. Это такое эволюционное событие. Замена нуклеотидной на нуклеотид. А может, просто пропасть, выпасть какая-то буква. И соседние буквы замкнутся, и как будто ее и не было. Но это эволюционные события. А может, какая-то буква вставится. Ну, то есть буквы разомкнутся, и вот в эту образовавшуюся позицию встанет буква. Ну, вот это, может быть, самые основные эволюционные события. Смена нуклеотида, потеря нуклеотида, вставка нуклеотида. Ну, есть и некоторые другие эволюционные события. Так вот, эволюционный сценарий – это набор эволюционных событий, которые произошли на каждом ребре вот этого дерева, дерева жизни, филогенетического дерева. При развитии ДНК от праотца к современным видам, к современным состояниям. Ну, вот реконструкция вдоль дерева – это вот то, что я и рассказывал. Значит, у нас в листьях дерева даны некоторые последовательности. Они соответствуют ДНК, которая фактически есть в современных видах. А мы хотим узнать, какие были последовательности раньше. Ну, и какие события с ними случались, эволюционные события на деревьях, которые были раньше. Не на деревьях, на ребрах, на ребрах, которые были раньше. Ну, вот часто очень важная задача – это определить близость двух видов. Двух беномов. Ну, вот я уже сказал. Значит, если нам удается построить филогенетическое дерево, то какие виды близкие? Которые расположены в соседних листьях. Ну, а можно тогда и говорить о метрике. То есть, насколько численно характеризовать, насколько два вида близки или далеки? Ну, вот ответ такой. Насколько близки или далеки по дереву два вида? Вот давайте поглядим на это дерево. Например, ну, вот какой нужно путь пройти, чтобы от листа Homo sapiens прийти сюда? Ну, очень длинный путь. Вот такой я сейчас рисую. Вот такой. Ну, а какой уже путь пройти, чтобы отсюда прийти к дрозофилии? Вот такой. Ну, вот у нас численная характеристика, насколько близки эти два вида по сравнению с Homo и Rosetta. Ну, вот. Теперь мы приходим к новой проблеме, может быть, самой-самой основной и в биологии, и в математической биологии, и в математической биологии, ну, и в простой биологии. Вот мы уже не раз говорили, что вот ТРПЕ, ну, или другой ген, ген гемоглобина. Мы слышали, что есть такой ген гемоглобина у людей, у кошек, у собак и так далее. Много у кого. Вот этот ген, это, конечно, как бы ген с тем же самым смыслом, потому что он кодирует что-то такое одно и то же. Ну, вот. В случае гена гемоглобина этот ген кодирует гемоглобин. Ну, гемоглобин имеет определенную функцию, связанную с кислородом. Ну, а ТРПЕ имеет некоторую функцию, связанную с производством трептофана. Но все-таки этот ген не буквально одинаковый в разных организмах. И ген гемоглобина даже у разных людей не буквально одинаковый. Ну, а тем более у человека и у кошки. Ну, а тем более у человека и у кого-то гораздо более далекого, у кого тоже есть ген гемоглобина. Так как же по двум аминобелковым последовательностям или аминокислотным последовательностям как определить, что они тот же самый белок, то есть что они кодируют то же самое по смыслу, хотя они и отличаются по буквам, ну, немного отличаются, не на 50%, но все-таки заметно отличаются на незаметное количество букв. То есть как нам узнавать, что два гена в разных организмах, вот ген 1 в одном организме и ген 2 в другом организме, что это тот же самый ген, ну, тогда мы им припишем одинаковое имя. Конечно, если бы кто-нибудь приписал генам в разных организмах имена, то мы бы сказали, ну, конечно, вот тот же самый ген гемоглобина, это значит, это ген, которому приписано то же самое имя гемоглобин, ну и так далее. Но ведь надо же приписать эти имена, значит, надо как-то без всяких имен узнавать, что два гена имеют одну и ту же функцию, что они то же самое делают, играют ту же самую роль, ну и то же самое про белок. Так вот, тот же самый, те же самые белки или гены называются, ну, в разных организмах, называются ортологичными, а в одном организме паралогичными. Как же нам решать, все-таки, ну, компьютерно решать? Вопрос о том, что даны две последовательности в двух организмах, и мы хотим решить, что хорошо, мы знаем, что это два гена, но это ортологичные гены или не ортологичные? Нужно посмотреть на сходство двух последовательностей. Мы верим, что ортологичные гены, то есть гены с той же самой функцией, они должны быть все-таки более-менее похожи. Еще посмотреть, похожи и соседи. То есть есть такой важный принцип, если угодно, принцип непрерывности, что если у нас, что гены, ген 1 на ген 2 похожи, если и их соседи между собой соответственно похожи. Ну, а что значит две последовательности похожи? Для этого нужно сделать выравнивание. Вот одна последовательность именно кислотная, она вот написана, как это обычно бывает в мат-биологии, ну, в биоинформатике, и их пишут несколько строк, в данном случае в две строки написанные. Вот это вот одна последовательность, вот раз и два в две строки. И вторая, она покороче явно, раз, и вот ее хвостик два. Так вот, выравнивание, это значит расположить их другом, чтобы как можно больше было одинаковых букв. Но все-таки не получается, чтобы все время были одинаковые буквы. Вот здесь Q, здесь K. Вот не одинаковая буква. Ну, что делать? Вот тут много таких, бывают такие исключения. Вот K, Y, R, T не одинаковые буквы. T, K не одинаковые буквы. Но иногда получается, что нам вот это N некому, не на кого его выровнять, не на кого это N сопоставить. Когда мы ставим здесь черточку, ну, или какой-то знак. И это означает, что вот тут, мол, было когда-то N, только оно взяло и стерлось в эволюции. Ну, или наоборот, и не было здесь никогда ничего. И вот тут не было N, а потом в какой-то момент это N сюда вставилось. То есть, здесь мы видим, что отличить потерю буквы от вставки буквы не так просто. ну вот, если нам удается хорошо выровнять две последовательности, вот посмотрите, несмотря на то, что они разной длины, ну, что делать? Здесь вот не хватает букв по второй последовательности, чтобы вот на эти выровнять. Но мы выровняли именно вторую последовательность на ту часть первой, которая наиболее похожа на нее. мы могли бы Y вот это выровнять вот сюда. Но мы выровняли, естественно, Y на Y, E на E, C на C, N на N. Вот это способ узнавать похожесть последовательности. Ну, значит, если они высоко похожи, значит, они сходные. А если они сходные, это аргумент за то, что эти две последовательности паралогичные. но еще я сказал второй принцип, правило. Надо еще посмотреть на соседей данного белка или данного гена. Ну, вот на этом я сегодня закончу. Есть ли какие-нибудь еще ко мне вопросы, пожалуйста, замечания? нет. Ну, спасибо. Нет. Спасибо. Спасибо за что-то, вообще что-то говорите. Вот, кстати, звездочка означает, что здесь одинаковая буква. звездочка, ну, или какой-то знак ставит, чтобы пометить позиции, где одинаковые буквы, где одинаковые буквы при выравнивании. Ну, хорошо, значит, тогда в следующий поднедельник, как всегда, будем продолжать. Значит, кто хочет сдавать, единственное необходимое условие, это посещение. Я это дело отслеживаю. Пожалуйста, ходите. До свидания. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok